Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В ближайшие месяцы, а может быть и недели, в России резко вырастет плата за технический осмотр. Это станет следствием внедрения новой методики расчёта стоимости ТО, которую разработала Федеральная антимонопольная служба. Ведомство предложило проиндексировать существующий ценник на уровень инфляции за предыдущий год. Получилось, что стоимость техосмотра легкового автомобиля должна увеличиться минимум до 913 рублей, грузового почти до 2000. Сейчас техосмотр легковушки в Кирове стоит, судя по информации на сайтах пунктов ТО, около 500 рублей. Трасса 101 В России уменьшилось число погибших и раненых в ДТП, уверяет Госавтоинспекция. За 7 месяцев этого года, в сравнении с тем же периодом 2021, количество травмированных сократилось почти на 7%. Около 84 тысяч граждан, погибших на 2,5%, почти 7200 человек. Основная масса аварий с тяжёлыми последствиями – это столкновение транспортных средств. На втором месте находится наезд на пешехода, на третьем – наезд на препятствия или стоящие автомобили. Почти 90% ДТП случаются из-за нарушения правил водителями. Трасса 101 До конца этого года в Москве стартует выпуск электрического грузовика на базе УАЗ «Профи». Как заявляет производитель, на машину уже поступило несколько сотен заказов. Весит она более 3,5 тонн, грузоподъёмность 1 тонна, запас хода будет на уровне 300 километров. Подчёркивается, что ключевые узлы электрокара, включая силовой агрегат, бортовую электронику, систему отопления и кондиционирования, разработаны отечественными инженерами. Приблизительная стоимость новинки немаленькая – 4,5 миллиона рублей. УАЗ «Профи» с ДВС стоит минимум 1 миллион 216 тысяч рублей. Трасса 101 Российские учёные создали самоочищающееся дорожное покрытие. Для того, чтобы отвезти с него в воду и мелкий мусор, ливневая канализация не нужна. Материал за счёт своей крупнопористой структуры впитывает жидкость в себя. Луж на поверхности не образуется. Данный факт, считают разработчики, положительным образом скажется на безопасности водителей и пешеходов, снизит запылённость и уменьшит риск разрушения дорожного полотна из-за замерзания воды. А в Ивановской области двум инспекторам ДПС грозит уголовная ответственность за то, что их накормили. Стражи дорожного порядка ещё в конце мая остановили иномарку, у шофёра которой не оказалось при себе водительского удостоверения. Обычно наказывается штрафом 500 рублей. Полицейские согласились отпустить забывчивого автомобилиста, если он купит им две порции шашлыка и пенный напиток, что мужчина и сделал. Угощение для гаишников обошлось ему в 600 рублей. Спустя пару месяцев о поступке инспекторов узнало начальство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok